Короче, я решил постримить, но странный строгий сосед ворвался ко мне в квартиру, и вы не поверите, у него в руках был настоящий нож. В общем, давайте по порядку. И как вы поняли, сегодня мы будем играть в стримера, и это первая ночь. Игра называется Опыт стримера. Время для того, чтобы проснуться. Это наша стримерская комната, и сейчас нужно потушить этот грёбанный будильник, потому что я уже проснулся, и я очень голоден. Поэтому, скорее всего, мы пойдём на кухню для того, чтобы перекусить. Как я уже сказал, эта игра несёт в себе очень много неожиданностей, которые нам предстоит сегодня с вами пройти. Очень стрёмно, и надеюсь, вы переживёте этот страх вместе со мной. В данный момент нам нужно пойти на кухню для того, чтобы просто похавать, судя по всему. А что хавает у нас стример? Конечно же, чипсы! Что же ещё мог хавать стример, кроме как не чипсы? Для того, чтобы приготовить еду, времени нет. Поэтому, конечно же, чипсы! А теперь мы должны почистить нашу комнату перед тем, как мы начнём стрим. Ну, конечно же, а то в таком сраче просто невозможно стримить. Все же увидят, как мы реально живём. На картинке всё должно быть идеально. Господи, ну почему так много мусора, чел? Ну почему ты так плохо живёшь? Ну неужели нельзя просто убрать мусор, или просто сразу выбрасывать его в мусорное ведро? Почему это нужно всегда делать в последний момент? Ему ещё повезло, что он не живёт с мамой, потому что сейчас получил бы подзатыльника. Кстати, а как выглядит твоя комната? Ты убираешься вообще в ней, или точно так же, как у этого стримера? Только давай договоримся, пиши только правду. Не надо вот это, у меня всё идеально, как и в... Ты пиши как есть. Так, ну и последняя баночка осталась. И надеюсь, сейчас мы уже будем запускать наш стрим. Мусор мы убрали, ну всё. А, ну теперь-то нужно выбросить мусор. Внизу у нас есть мусоропровод, или мусорка, что-то типа того. И нам нужно выбросить все эти пакеты туда. Так, нам даже показывает здесь на карте, куда нам нужно идти. Влево, скорее всего. Ух ты, мы реально живём в настоящей квартире, в многоэтажном доме, в котором будет странный строгий сосед. Так, поехали. Надеюсь, за спиной никого сейчас не будет, потому что мне страшно поворачиваться. Не, всё спокойно и тихо. Как я помню, это была первая ночь. Что будет во второй и в третьей, пока что неизвестно, потому что в первой пока ничего страшного не происходило. Так, вроде бы я правильно зашёл, да? А что у нас здесь? А, это ж кухня наша, точно. А здесь? А, здесь наша ванная. Неплохо. Так, в общем-то, нам сейчас нужно поставить хромакей. Это в простонародье зелёный экран. То, чем я обычно пользуюсь, когда врубаю вебку. Но теперь это реально похоже на настоящую стримерскую. Посмотри, два монитора сверху, третий. И сейчас врубаем комп. И посмотрим, что у нас будет. Реально, как у настоящего стримера. ОБС. И, конечно же, экран, где мы будем играть. Но что за микрофон, пока что я понять не могу. Наконец-то, время для того, чтобы начать стрим. Всё, поехали. Трансляция, походу, запущена. Добро пожаловать на мой стрим. Так, и что, чат, пока никто ничего не пишет? Мы, наконец-то, в эфире. А где чат-то? Где? Не понимаю. Что происходит? Почему чат не отвечает? О, отлично, чат подрубила. Не могу в это поверить. Хорошая игра. Ой. Кто-то позвонил в дверь. Кто это может быть? Ребята, подождите, стойте. Мне кто-то позвонил в дверь. Погодите, это происходит прямо во время трансляции. Ну, слушай. Надо пойти проверить обязательно. Потому что мало ли что там будет. А, какая-то коробка. Давай возьмём. Ну, обычно, если я ничего не заказывал, то лучше бы, конечно, бы не брать её. Но, судя по всему, нашему персонажу всё равно. Коробка, ну ладно. Давай отнесём её внутрь. Да я уже внутри. А, у нас тут и балкон тоже есть. Так, ну погнали, отнесём её внутрь. Что же в этой коробке интересно мне? Итак, стрим. Мы вернулись. Так, ребята все следят за тем, что мы сейчас делаем. Мы будем открывать коробку прямо на стриме. А если там что-то такое, что нельзя показывать на ютубе, что тогда? Забанят тебе канал и всё. Ну, давай откроем. Я думаю, там ничего опасного нет. О, боже. Что это такое? Что это? Что это такое? Кукла? Похоже на куклу Вуду, реально. С иголками внутри. Это что-то неважное. Поэтому давайте продолжим стрим. Наверное, кто-то решил сыграть с нашим стримером в злую шутку. И попытаться его напугать. Даже чат реагирует на это, пишет... Что это? Что это за звук был? Чёрт бы его побрал. Это где вообще? Что происходит в этом доме? Господи, я только начал стрим. Почему? Что не так? Что это за звук? И где это было? Ванной что ли? Да нет, не ванной вроде. О, это на балконе? А, а, ты чё? Боже мой. Да какого чёрта? Кто это был? Это был сосед? Ну, походу, смотри, у него разбито окно. Это его квартира, походу, там? Скорее всего. А как он это сделал? И зачем он перевернул цветок? Ему что, не живётся там спокойно или что? Но это нужно убрать в любом случае, потому что так дело не пойдёт. А позже мы сходим к соседу и спросим у него, какого чёрта он делал на нашем балконе и почему он перевернул вазу? Так, нам нужно пойти и взять, наверное, веник. Вон, нам уже показывает, где веник находится. Всё равно как-то стремновато. Ну, типа, ты живёшь один, чел в такой квартире, и тут происходит какая-то непонятная чертовщина. Сумасшедший какой-то сосед, боже. Так, ну давай-ка пока уберём, потом будем разбираться по мере поступления проблем, как обычно мы это любим делать. Так, вроде бы сработало, отлично. Мусор мы убрали, ваза на месте, ничего не перевёрнуто, никто ничего не видел, всё отлично. Смотри, у него там даже свет горит. Он реально там живёт. Но нам нужно продолжать стрим, потому что наши подписчики ждут. Так, поехали. Подожди. А куда кукла пропала? Алё, я про неё уже и забыл. Кукла пропала, реально, её здесь нет. Ладно, чат. Я думаю, что на сегодня достаточно, и я пойду спать. Так что я буду заканчивать трансляцию. И смотри, все спрашивают про эту куклу. Чел, ты реально хочешь закончить стрим на таком интересном месте? Так, нам нужно закончить стрим, да, я так и полагал, что нам нужно будет прогружать это всё. Блин, я не знаю, как ты, но я бы спать не лёг, если бы такая чертовщина происходила бы у меня дома. Это реально стрёмно. Теперь, когда стрим закончен, давай загрузим его в Highlights. Это что такое? Я не знаю, почему, что, какой Highlights, что, просто закончил и пошёл спать. Но да ладно, у них там своя какая-то атмосфера. Так, всё, стрим куда-то грузится, короче. Наверное, перезаливает куда-то. Отлично! Загрузка выполнена. Что теперь? Мы должны лечь спать, по идее, вроде бы. А, ну конечно же, выключить компьютер, ну а как же? А хромакей убирать мы не будем, да, я так понимаю? О, вторая ночь! Наверное, сейчас нам расскажут, что происходит вообще в этом доме, что за чертовщина. Опять будильник нас разбудил в 5.48, мы непонятно. Ну да, скорее всего, это вечера, думал, утро. Так, всё, будильник выключился. Я всегда просыпаюсь голодным. Так, пошли нам на кухню снова, наверное, опять чипсики будем хавать. Так, отлично, что будет дальше у нас? Опять готовимся к стриму? Чувак вообще не живёт в этом мире, он просто тупо живёт за компом. И пришло время, наконец-то, начинать стрим. Я надеюсь, больше не будет происходить каких-то страшных вещей. Так, ну что, начинаем стримчик. Загрузочка пошла. Надеюсь, реально, этой ночью ничего страшного не произойдёт с нашим героем. Поехали, всё, смотри, опа, чатик уже прогрузился. Не то, что в первый раз. Люди, видимо, переживают, что с моим героем. Почему он пошёл спать в такое опасное время для него? Мы, наконец-то, снова на стриме. Наконец-то, снова трансляция запущена. Так, ну сейчас, я надеюсь, ничего не произойдёт. Опа, кто-то постучал в дверь снова. Ребята, я не буду открывать, мне страшно. Какая-то грёбанная кукла, которая потом пропала в итоге. Кто-то стучится в дверь. Смотри, смотри, что они пишут. Покойся с миром, они пишут. Прикинь, подписчики этого чела пишут ему, покойся с миром. Но нужно, короче, проверить, что там за дверью, потому что, ну так, дело не пойдёт. Подожди, я правильно вышел, да? А, чёрт, ты его побрал, чел! Ты за кого па у меня пугать, боже мой! Блин, я возвращаюсь обратно, мне страшно, блин. Я манал больше выходить вообще туда, на улицу, господи. Какой жёл конченый у меня сосед. Ещё телефон звонит. Так, подожди, я не знаю, брать трубку или нет. Это реально уже попахивает каким-то стрёмным делом. Кто-то звонит. Чёрт, а я понял уже. Ладно. Мама звонит. Привет, как ты? Я волнуюсь за тебя. Ты не позвонил ещё до сих пор. Мама? Почему ты звонишь мне сейчас? Я же в стримлю. А, извини, сынок, я просто беспокоюсь за тебя. Хотел знать, что у тебя всё хорошо. Да, мама, всё в порядке. Сейчас, пожалуйста, оставь меня в покое. Как ты с мамой разговариваешь, щенок? Окей, поговорим попозже. Ты как с мамой разговариваешь, сынок, а? Пока. Ты понял вообще? Ни капли уважения к матери. Эй, чат, простите меня снова. Мне кажется, что всё время происходит какая-то чертовщина, когда я запускаю стрим. Боже. Что происходит снова? Какого чёрта? Отлично. Что на этот раз? На этот раз, братан, у тебя потух свет, и нам нужно его срочно починить. Блин, темно, ничего не видно вообще. Нам придётся идти туда вниз. Я надеюсь, что ничего страшного не случится. Так, электрощиток у нас, походу, здесь находится. Да, вот он. Так, аккуратно заходим, потому что здесь может прятаться наш сосед, который какой-то сумасшедший просто. Так, поехали. Открыли. И нужно починить. Я бы вообще на самом деле вызвал электрика, потому что самому лезть в щиток лучше не надо. Стой. Кто-то... Кто-то шёл. Вы слышали этот звук? Кто-то был здесь. Или над нами, или... Или возле нас. Непонятно. Ну да ладно, пошли поднимемся наверх опять. Ух, я надеюсь, по пути хотя бы не будет ничего страшного и подозрительного. Так, всё, я забежал в дом, где, надеюсь, больше никто сюда не зайдёт. А-а-а! Боже! Я смотрю за тобой! Кукла вернулась! Почему опять меня так напугало это? В сообщении сказано, что оно наблюдает за нами. Но какого чёрта именно кукла? Чат, что я должен делать? Смотри. Они пишут мне, чтобы я пошёл к соседу и проверил. Пойти к соседу. Чекай! Они все хотят, чтобы я пошёл и посмотрел, но вы же этого не увидите тупо. Ладно, если я не вернусь скоро, позвоните в полицию. Это очень хороший вариант. Это очень хорошо, что ты это сказал. По крайней мере, если с нами что-то случится, хотя бы соседу будет не сдобровать. Нет, я реально... Он меня реально отправляет к соседу, к этому сумасшедшему типу? Нет, чуваки, это очень стрёмно. Я, я, честно говоря, я бы туда не пошёл бы в реальной жизни, если бы это был бы не Роблокс, я бы туда не заходил. Ну что, поехали. Господи, боже мой, что? Как он живёт вообще здесь? А вот то... Что происходит? Что это за место? Вот наш балкон, кстати. И это окно заколочено вообще. Опа, у нас здесь выход. Мы не можем пока отсюда выйти. А где этот чёрт вообще ходит? Почему его нигде нет? Я не понимаю вообще, что происходит. Нам нужно... Подожди. Что? Нам нужно продолжать смотреть. Место очень криповое. Пошли назад очень быстро. Так, давай всходим. А! Он здесь! О, боже мой! О, господи, боже! Посмотри, какой он стрёмный! Чел, ты что, с ума сошёл? Какой страшный сосед! И у нас есть это окно! Выход! Это как раз таки то, куда нам нужно сейчас будет бежать от него. Он за нами погонится, боже! Чёрт бы тебя побрал! Чел! О, боже мой! Бежим быстрей! У меня сердце аж колотится, блин! Давай понаблюдаем за ним. Мне кажется, он не так быстро идёт. О, господи, боже! О, господи, боже! Я бегу! Я манал! Чел, я позвоню в полицию! Не трогай меня! Оставь меня в покое! Я вызову копов! Тебе не сдобровать! Быстро! Куда? Влево, вправо! Так, сюда бежим! О, боже! Он спускается по лестнице, но идёт он очень медленно! Прям как в фильмах ужасов, когда маньяк гонится за своей жертвой, медленно отставая от неё и потом резко появляясь впереди! Только в этом случае, каким образом он это сможет сделать? О, это выход реально! Я думаю, мы в безопасности ненадолго! Ну, конечно, ненадолго! Он прям тупо за нами идёт! А, мы не можем назад вернуться! Мы можем попробовать спрятаться или убежать! Так, мы можем спрятаться здесь, получается! Или отсюда выбежать! Ну да! Всё, у нас два варианта выхода! Это две концовки, типа! Судя по всему, если мы спрячемся, это будет плохая концовка! И он нас найдёт и убьёт! А если мы сбежим, то мы просто сбежим, типа, и будет хорошая концовка! Я предлагаю вам, ребята, на этом видео сделать плохую концовку! Потому что если мы сделаем хорошую, мы не увидим никакой анимации убийства! Мы просто закончим игру! Но если мы запрыгнем в этот контейнер, то тогда у нас будет какая-то, возможно, я не знаю, но, возможно, интересная концовка! Поэтому давайте так и сделаем! Мы спрячемся! Поехали! Так, ну-ка! Да! Я был прав! Будет анимация! Он идёт! Он идёт! О, боже мой! Он здесь! А где его нож? У него нет ножа! О, боже мой! Он меня нашёл! Он меня нашёл! Чел! Чел! Меня здесь нет! Меня здесь нет! Я поймал тебя! О, боже мой! Он реально нас поймал! Мы были пойманы соседом и никогда больше не увидим белый свет! То есть нас убил наш странный строгий сосед! Вот такой вот, ребята, видос! Говорил же, что будет интересно! Я не наврал! Я знал, что будет интересно! Поэтому ставь лайк, если тебе понравилось это видео! Ну и пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу! И всем пока!